Всем привет, с вами HeadCrab и вот пришло время для прохождения обещанной мной игры серп и молот. Значит, идейным вдохновителем для этой игры послужила серия Silent Storm, которую я уже прошел и она есть в плейлистах на нашем канале. Можете найти их в разделе плейлистов. Если Тихий Шторм можно было называть тактической стратегией, то серп и молот, я даже думаю, вполне можно обозначать как РПГ с элементами тактики, что ли. В этой игре нам представляется роль советского диверсанта, который был заброшен на подконтрольную союзникам территорию Германии в послевоенный период, после Второй Мировой Войны. Ну, ладно, думаю, дальше спойлерить я не буду, я думаю, просто приступаем к созданию персонажа, а дальше все уже будет дальше понятно по сюжету, как говорится. Вперед! Так, ну, сложность мы выберем легкую, потому что нормальная, сложная, это, я думаю, Unreal полный, поэтому будет так. Создадим своего персонажа. По старой доброй привычке я возьму и сделаю гренадера. Гренадера, вот такой вот паренек. А где него как-то поприличнее. Так, камуфляжик неплохой. Такой мне нравится, в принципе. Так, как тебя будут звать? А звать тебя будут, раз ты у нас советский диверсант, будешь ты у нас Иван. Ой, Абракадабра, Иван, Бобров, Бобров, псевдоним, ну, Бобер, как по-другому. Так, окей. Раскидаем немножко атрибуты, так, чтобы он был не совсем туповатый. Интеллекта добавим, я думаю, чуть-чуть. Ловкости. Да, и ловкости тоже добавим. Такой будет. 6, 7, 8. Пойдет, я думаю. Здоровье 130, действие 51. Клонение 7. Так, ну и все остальное. Дальше. Создадим самим ему его внешность. Беленький будет, раз он советский. Брови. Поднимем немножко брови, нос. Какой тебе нос? И... Ладно, такой сойдет. Щеки. Ладно, не будем из себя делать какого-то... Этого... Щеки 2. Попробуем сделать из себя что-то... Более-менее мужественного. Так, увы. Пойдет подбородок. Так, пошире. Ну, думаю... Думаю, нормально. Такая вот славянская внешность полагается. Прическа. Так, ну, вроде что у нас светленький. Так, ладно. Не будем на этих волосах зацикливаться. И так пойдет. Я думаю, у него все равно будет какая-то шляпка, да? Вот так пойдет. Цвет глаз. Что? Будешь такой вот. Растительность на лице. Диверсант. Да, вот такой ты будешь немножко седоватый. От всего происходящего. Шрамы. Ну, шрамы сделаем, конечно. Такий боевой офицер. Так, пойдет, пойдет. Очки не дадим тебе никакие. Игра. Ну, шрамы сделаем. 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 Субтитры делал DimaTorzok Так точно, товарищ подполковник. Установить контакт с группой Вацлава, убедиться, что Вацлав не перевербован, передать наше предложение. В общем, все так, конечно. Ладно, а теперь слушай, капитан, сейчас я тебе скажу кое-что, чего в папке не было. Так вот, задание твое куда сложнее, чем кажется. Так точно. Сам видишь, какая обстановка. Сейчас любое шеверение неудачное может привести к конфликту. О ядерном оружии ты слышал? Так точно. Они испытали его четыре года назад на японцах. Верно. И если мы сделаем глупость, испытают на нас. У них там многие только того и ждут. Не навоевались. Поэтому запомни, провалиться ты не должен. Да уж, все сидят и ждут только как бы скинуть бомбочку. Если попадешься, как бы и не было тебя, вытаскивать не будем. Объявим, что ты дезертир или власовец. Тебе все ясно? Так точно. Да что ты все так точно, да так точно. Слушай, мы же друг друга с сорок первого знаем. Веришь ли, мне проще было самому туда пойти, чем тебя посылать. Верю. Ну а раз ты, Михалыч, знаешь меня с сорок первого, то скажи уж, как старому другу, почему посылают меня? Я же разведчик, диверсант. Мое дело подсмотреть, взорвать, захватить. А тут ведь работа явно для нелегала. Почему я? Эх ты. Ладно, я тебе уже на три срока наговорил. Так вот, во-первых, ты единственный из тех, кто знает вас слово в лицо. Это первое. Второе. Нелегалов у нас мало, уж извини. Но они ценнее. Ну, ценнее, так ценнее. Не перебивай. И третье. Есть мнение, что смотреть, взрывать тебе придется не меньше, чем тогда в Кракове. Понял? Никак нет. Можно яснее. Нельзя. Я сам ни черта не знаю, но что-то происходит. И Вацлав не зря объявился. Спиной чую, что-то там готовится. Кстати, в Москве о тебе не знают. У них там об операции только общее представление. Вся реализация на нас. Давай. На границе предупреждены. Начальник заставы в курсе. Там уже все готово. Понятно. Последний вопрос. Что делать, если Вацлав перевербован или откажется с нами сотрудничать? Ликвидируешь его. Так все просто. Так. Значит, я иду здесь. Здесь, товарищ капитан. Слушай, лейтенант, ты что, белины объелся? Мало того, что проволока в два ряда и мины, так еще и пост. Может, мне лучше сразу по шоссе? Все подготовлено, товарищ капитан. Мины мы сняли. И американские? Американских нет. Они здесь минирование еще не проводили. Ну, хорошо. А солдаты? Я уже договорился. Через пять минут их здесь не будет. Ты что? Вы меня неправильно поняли. Они все уйдут на КПП. Даже убегут. Вот теперь точно не понял. Просто подождите немного. Да, и вот еще что. Товарищ капитан, мои бойцы о вас не знают. То есть? В целях сохранения секретности, чем меньше людей знает об операции, тем лучше. Так что, если они вас засекут, откроют огонь на поражение. Нервы у всех не к черту. Ладно, мне пора. Без меня они не начнут. Да. Ну ладно, не в первый раз. Интересно, что они там без него не начнут? Так. Что у нас есть? У нас есть граница. С колючей проволокой. Надеюсь, без собак. У нас есть персонаж, которым можно уже качнуть. Раз мы взяли бобра как гренадера, то будем качать его соответственно. У меня здесь сокращает рост атрибутов. Отлично. Приметание гранаты холодного оружия. Так. Вот это. Эффективно. Уклонение. Так. Ну я и уклонение тоже качну. Что у нас есть тут? Так. Это что? Беломор канал. Дым отечества. Нам сладок и приятен. Пистолетик с течкин. Дым отечества. This can be a joke. Рейда stupid joke. И чё? Ну лейтенант, ну шутник. Хорошо, хоть с летчиками не договорился. И чё, не? Стрельнут что ли по танку с базуки? Чуть я сомневаюсь. Думаю, что не стрельнут. Но, видимо, их отвлекли. Хорошо. Для меня сделан, наверное, чтобы я пробрался тут быстренько. Через границу. Пистолет. Пистолетик. Пистолетик хороший. Так. Это чё? Кусачки. Офигенные кусачки. Никогда бы не подумал. Так. Я думаю, как раз кусачки нам и нужны. Так. Ладно. Пошли что ли. Сюда. Дружище. Никто меня не заметит. Надеюсь. Все на КПП. Ударил током. Ух ты. Отлично. Ага, вижу зону. Так точно. Выхода. Что у нас еще есть? Гранаты. А это чё? Ух. Осколочная граната. Радиус правильный 4. Число осколков 85. Это убийственная граната. Неплохая такая. Это тоже неплохая. Но разница в том, что это... Тяжелая, нет? А, тут даже не указывается. Тут нету тяжести. Хотя появился вес. Весь. 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 Не начали стрелять. Надеюсь. Вроде как нет. Так, ладненько. Я думаю, мне стоит отсюда сматываться. Я аж в тихую через границу перешел. Поэтому... Поэтому... Лучше так. Так. Карта. Блин, довольно она какая-то непонятная. Карта. Хрендорф. Ха! Единственное место, куда я могу направиться после того, как я пересек границу, это городок Хрендорф. Городок или поселение. С этими все. Что с женщиной? Это что за... Что за нацики такие? Блин, а у них какие-то интересные нет? Мол, Тора я уверен. Что с женщиной? Черт! Какая женщина? Их должно было быть трое! Их было четверо. Вацлав, двое его людей, и эта бешеная баба. Ага, Вацлава, короче, замочили ее. Попал в засаду. Здесь не должно было быть никакой бабы! Черт, это плохо. Это очень плохо. Прикажете допросить? Нет времени. Кончай ее и уходим. Пошел, короче, расстреливаю какую-то женщину. Козлы, блин. Воу. Скоты, блин. Где я? Так, 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 так. Ага. Ага, вот вы гады, блин. Так, ну я для вас сейчас припас тут, короче. Так что вас, нахрен, по кускам разорвало. Так, я надеюсь, тут есть такая опция, как сохраняться. Ф5, да. Кое-что сохранилось, и это очень хорошо. Музыка такая. Тяжеленькая. Так, ребята, пора на тот свет. Мне не выжить. Очень хорошо зашло, а парень прям тут раскрячивал козла. Блин, а вы заслужили, уроды. Я даже качнулся с такого удачного китка. Это умение на 10 повышает уклонение персонажа, если его здоровье падает на ниже 25. Ясно, это умение позволяет не так играть в любом положении для снижения эффективности. Это умение на 10 повышает активность привыкания к оружию. Ага. Это умение на 10 повышает воздействие ранениям, точно стрельбы. Так, я думаю, качнул-ка я свой пистолет туда. А этого говнюка я застрелю просто так. Сколько раз? Ну, два раза я точно стрельну. Смотри-ка, попал. Цак, оружие у него выдало за руку. Надеюсь, он не сможет его поднять. Козлина. Так, это еще какие-то гражданские. Поднял, поднял оружие. Но не стреляет. Не хватило ему очков действий. Так, ну я думаю, так я тебя тут и оставлю. 20 патронов в бою. Офигенно. Следующий будет оружие. Харгус. Фу. Так, вроде как... Больше никого нету. Ух ты, Сандерс. Она без сознания. Эти мертвые. Она без сознания. То есть, ее можно еще восстановить будет. Надеюсь, что да. Так, конец хода. Посмотрим, что тут натворили эти ублюдки. Что тут валяется? Кстати, тут куча всего валяется. Винтовочки. Ой, кто это? Э, кто вы? Так точно. Клаус. Гражданский. Так, надо быстро забирать оружие, что ли. И отчет не берешь на оружие. Дружище. У тебя просто беспорядок тут. Небольшой. Ой, гранатка тоже есть. Отлично. Так, удалось все поднять. Даже цены есть, я вижу. На оружие. А что эти зеваки такие? Кто эти такие вообще? Клаус. Уинстон. Фердинанд. Все именные. Значит, они какие-то квестовые, возможно. Так, без сознания. Надо ее забрать, что ли, поднять. Вот и свидетель, пана. Что ж ты, Вацлав? Да, Вацлава расстреляли. Не успел я с ним переговорить. Девиц это, однако, вроде как дышит еще. Хорошо. Вот он, Вацлав, мертв. Так, не знаю, если... Ух ты, она еще и кровотечит. Так, точно. У нее там месячные еще какие-то... Так, а что я не могу открыть, что ли? А ну, положи. Так, надо искать какого-то врача. У меня же нету. А, хотя... Не, надо врача искать. Анри. Ну, похоже на это вот. Вижу тут эти... Медицинские койки. С капельницами. Думаю, что я пришел туда, куда надо. Что вам нужно? Покиньте помещение. А ну, тихо, не ори. Вопросы здесь задаю я. Имя, фамилия, звание, должность. Быстро. Пожалуйста, уберите оружие. Я просто врач, понимаете? Врач. Меня зовут Анри. Анри Гатар. Меня просто наняли работать здесь полевым врачом. Я не знаю, чем занимался капитан. Я не имею никакого отношения к этой... Экзекуции. Экзекуция, блин. К этому расстрелу ты имеешь в виду? Тише ты, успокойся. Не знаешь, так не знаешь. В общем, я тебе верю. Сколько человек было в группе капитана? Пятнадцать. Но пятерых вы, кажется, убили. Но вы знаете, остальные вернутся. Обязательно вернутся. Я бы на вашем месте немедленно ушел. Что вы делаете? Кто вы? Куда вы несете эту женщину? Ты врач? Да, но... Ну, так лечи ее. Клятву Гиппократа давал? А, да-да, конечно. Так, похоже, проникающих ранений нет. Вашей даме чертовски повезло. Такие густые волосы. Пуля прошла по касательной. Что же, я постараюсь поставить ее на ноги, но... Сами понимаете, не бесплатно. Пятьсот долларов. Ах, ты ж козлина. Ты что, и бабло берешь? Клятву Гиппократа. Если бы не было у меня денег. Ну, конечно, согласен. Приятно иметь дело с серьезным человеком. Несите ее на кушетку. Ну, как я и говорил, ничего опасного. Сейчас ей нужен покой. Но, думаю, завтра она уже сможет встать на ноги. Тогда и приходите. Вам что-нибудь известно об этой девушке? Нет, она пришла вместе с этими людьми. Ну, с теми, кого капитан приказал расстрелять. Кому пришла? Кто такой капитан? Ну, это тот господин, который... Которого... Все, понял. Значит, пришли и сразу к капитану. А про капитана что-нибудь знаешь? Если честно, я старался встречаться с ним как можно меньше. Меня наняли для того, чтобы оборудовать здесь медпункт и состоять прием в качестве врача. В детали я не вникал. Формально, конечно, я работал на него. Но, видите ли, капитан был очень неприятный человек. И опасный, как... Ну, договаривай. Как я неприятный. Прошу прощения, это не мое дело. Я не знаю, что он не поделил с этими господами, но... Вы сами видели. Кстати, мне почему-то казалось, что старший из тех, кого капитан приказал расстрелять, был поляк. Вполне возможно. Вполне. Значит, вы ничего не знаете о людях, на которых работали. Видите ли, я стараюсь держаться в стороне. Я врач. Просто врач. Но мне кажется, местные жители их недолюбливали. Спасибо. Это интересно. Сами-то что собираетесь теперь делать? Ну, в принципе, я решил покончить с такой жизнью. Конрад, наш хозяин, предложил мне легализоваться и открыть здесь частную практику. Частная практика. Так, а где тёлка? Ага, вот она. Лечится. Тут что у тебя? Ничего. Да что ж... А, есть. Памятки первой помощи. Так, на любую рану должна быть наложена повязка, по возможности аптечное, стиральное средство наложено. В большинстве случаев служит пакетом, при этом медицинское, при этом социальное стремительное бинт фаттали. И что? И что мне с этим делать? Выучить? Ай, к чёрту. Чё мне с этими винтовками делать? То, что надо продать кому-то. Так, он сказал, что такой-то дон Конрада, хозяин Конрад. Надо... Надо что-то познакомиться, наверное, с этим хозяином. Так, передатчик у нас есть. Передатчик. Вот чёрт, как же его исковыряли. И что с ним делать? А, ничего не сделаешь. Исковыряли его, да? Окей. Так, это что за комната? Так точно. Нет, ничего полезного нет. Понял. Выполняй. Охренеть. Да чтоб я так жил. Да не может быть. Козлы. Надо сохраняться, короче. Постоянно. Такие вот сюрпризы бывают. Мы отомстим! В Сталинграде мы только так и воевали. Да, я уверен, что так и воевали. Кто бы сомневался. Это просто... Ничем хорошим это не кончится. С этим все. Так, все, каждый раз у нас сохраняться, блин, перед каждым действием. Забираем все, что-то есть. Людер. Так, дверь открыта. Где эта? Телочка Сандерс. Вот и свидетелься, пап. Девица-то, однако, вроде... Да, да, да. Все это я помню. Уже было, было. Бегать ты не сможешь с этой девицей. Давай, дружище, быстренько диалоги. Поехали. Я так перегружу. Что вам нужно? 15. Что? А, да-да. Да, 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 даю тебе денег, скотина. Приятно иметь дело. Серьезно. Ну, в принципе, я реш... Вот, сохраняемся. Какого черта там заминировано было, не пойму. Хватит ходить. Ну-ка, только когда вы ходите. Есть. Бегать надо. Так, значит, первая дверь заминирована, вторая. Хорошо. Вторая, третья. Шум, пол, отмычка. Здесь нужен грузовик. Не обязательно грузовик. Можно и так. Так. Чего-то ружей меньше. Мне казалось, что там было оружие больше. Да, я одно ружье просто забыл поднять. Забыл, забыл. Не, на самом деле, некуда это ружье сунуть. Пусть лежит, я думаю, там некому забирать это ружье. Так, точно. Так, ты кто такой? Ага, Конрад, вот и хозяин. По идее. Осторожнее. Любопытство не только сгубило кошку, но еще и сбросило ее в реку, предварительно привязав к ногам бедного животного тяжеленные камни. Я понял. Не буду я туда смотреть, так и быть. Слушай, у тебя куча проблем, и ты хочешь втянуть в них и меня? Отстань по-хорошему. Че-то, Конрад, не то.